Добрый день, уважаемые коллеги! Правительство сегодня, Минфин, занимался в Думе поправками к бюджету на текущий 2017 год, и скоро уже начинается рассмотрение бюджета на 2018 и последующие два года. Я вот хотел на что обратить внимание. На доходы военных пенсионеров. О чём хочу сказать? Да, действительно, с 2011 по 2018 год у нас почти в два раза выросли пенсии военно-пенсионеров, 1,9 раза. Но что привлекает внимание на 2018 год? Обычно, когда мы индексировали и денежные удовольствия военнослужащих, и пенсии военные, мы делали это синхронно. Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсии военным пенсионерам с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно, тоже с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лиц. А это сотрудники органов внутренних дел, это военнослужащие нацгвардии, противопожарные охраны и так далее. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть, если мы с 1 января проиндексируем, то деньги нужно выплачивать в декабре. Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют. Я прошу сейчас высказаться министра финансов по этому вопросу. Действительно, Владимир Владимирович, у нас доходы в текущем году позволяют выполнить Ваше поручение по индексации пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января следующего года. Такие решения мы учтём в текущем году, и Ваше решение будет выполнено. Да, я прошу исполнить, руководство правительства взятия на контроль, так чтобы мы учли это в проектировках. Второй вопрос, который я хотел бы затронуть, это готовность ЖКХ к отопительному сезону. Михаил Александрович. Владимир Владимирович, в целом по стране пуст тепла проходит в рабочем режиме. На сегодняшний день отопительный сезон начался в 76 субъектах Российской Федерации. В соответствии с отчётами, представленными регионами, по состоянию на 13 октября уровень выполнения предзимних работ составляет более 99%, в частности, 99,8% готовность жилищного фонда, 99,6% котельных, что соответствует прошлогодним показателям, а уровень запаса топлива по стране превышает нормативный. Но есть беспокойство по ряду субъектов, это Кемеровская область, Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край. То, что касается лидеров в числе регионов, которые лучше всего подготовлены к зиме, можно ответить Камчатский край, Москву, Республику Башкортостан, Татарстан, Алтай, Самарскую, Тульскую, Либетскую, Новосибирскую области. Эти регионы выше всего подготовлены по инфраструктуре, по жилищному фонду, здесь сделаны необходимые запасы топлива, а также позитивная динамика по задолженности. Так, например, у Камчатского края общий уровень задолженности сократился на 24%, Бурятия на 40%, у Орловской области на 36%. Но в целом проблема долгов по отрасли остается весьма острый. Общий объем текущей дебиторской задолженности в сфере ЖКХ сохраняется на уровне прошлого года, составляет 1 трлн 243 млрд рублей, а кредиторская задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками топливоэнергетических ресурсов за год увеличилась более чем на 10% и составила 183 млрд рублей. Безусловно, в этих цифрах есть и часть перекрестных долгов, но в любом случае это огромный объем. Структура задолженности Владимира Владимировича выглядит следующим образом. 610 млрд – это долги промышленных предприятий и юридических лиц, около 134 млрд рублей задолженность бюджетов и всех бюджетных организаций, долги управляющих компаний – почти 250 млрд рублей, столько же населения. То есть 250 млрд рублей были собраны управляющими компаниями с потребителей, но не перечислили ресурс снабжающим организациям. Задачи погашения долгов обсуждаются на всех уровнях. И в начале этой недели этот вопрос стоял на повестке дня на совещании у председателя правительства Российской Федерации. Там обсуждался законопроект, исключающий управляющие компании из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы. Деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счет управляющих компаний будут попадать только те средства, которые направлены непосредственно за управление. Законопроект в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Еще одна мера по борьбе с неплатежами – это законопроект, вводящий субсидиарную ответственность муниципалитетов за долги своих предприятий. Эта мера позволит сократить возможность злоупотребления со стороны муниципальных властей и накопление долгов государственными коммунальными предприятиями. Также этим законопроектом предусматривается возможность при наличии угрозы либо уже возникновения чрезвычайной ситуации на объектах ЖКХ вводить временное управление на объектах любой собственности до устранения соответствующих угроз. Также законопроект будет в ближайшее время внесен в Государственную Думу. Минстроем совместно с Минэнерго России ведется жесткий мониторинг запуска тепла и прохождения регионами отопительного периода. Мы проверили, во всех субъектах действуют горячие линии по вопросам теплоснажения. В режиме онлайн мы отслеживаем информацию о технологических нарушениях в этом отопительном периоде. В начале его критических ситуаций, вызывавших значительные перерывы подачи тепла, их все равно пока не было. Доклад окончен. То есть у вас есть полная уверенность в том, что в целом отрасли готовы? Да, система готова. Хорошо. Вот еще на что обратил внимание. У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату. И задолженность свыше 3 миллиардов, там почти 3,5 миллиарда. Максим Анатольевич. Уважаемые коллеги, на 1 октября общая сумма задолженности по заработной плате составляет 3,387 миллионов рублей. Если говорить о уровне этой задолженности, то в принципе в этом году максимальная задолженность была в мае порядка 3,8 миллиардов рублей. Если сравнивать с прошлым годом, мы путем всех принимаемых мер, прежде всего надзорного реагирования, нам удалось снизить задолженность приблизительно на миллиард. В прошлый год это было 4,5-4,8 миллиарда. То есть мы плавно задолженность снижаем, но понимаем, безусловно, что эта проблема остается достаточно острой. Мы пытаемся в каждом конкретном случае, что называется, в ручном режиме силами инспекторского реагирования, силами федеральной службы по труду и занятости, в каждой ситуации разбираться и максимально предпринимать меры по взысканию задолженности. Есть ли резервы? Конечно, они есть, потому что в 2013 году, на 1 января, это когда у нас была самая минимальная задолженность, она составляла всего 1,5 миллиарда рублей. То есть, в принципе, есть еще возможность для того, чтобы нам эту ситуацию решить. Безусловно, подавляющий объем задолженности, это почти 100%, это задолженность хозяйствующих субъектов, которые связаны где-то с банкротствами, где-то с невыполнением контрактов по федеральному бюджету, по бюджетам субъектов и по муниципальным бюджетам. Иногда возникают буквально на несколько миллионов задолженностей, которые я сам лично с губернаторами в рабочем режиме разбираю. Но, так сказать, эти ситуации, они являются таким исключением из случаев. Как я уже сказал, работает Федеральная служба по труду и занятости в этом направлении. 3 миллиарда, о которых я сказал, задолженности, это задолженность на дату, задолженность, которую фиксирует Росстат. Но на самом деле в периоде между отчетными датами задолженность возникает на большем количестве предприятий. И по вот этим мерам инспекторского реагирования за 9 месяцев этого года погашено порядка 15 миллиардов рублей задолженности. То есть мы работаем с перечнем предприятий, которые составляют где-то около 100 предприятий, где задолженность более 25 миллионов. То есть ведем такой мониторинг, где если предприятие такое появляется, то максимально предпринимаются меры. В прошлом году мы начали активно работать, Владимир Владимирович, со Следственным комитетом. Большое спасибо здесь коллегам, потому что раньше этой работы совместной не проводилось. И, в общем-то, включая меры и уголовной ответственности, в прошлом году 225 человек было осуждено по 145 статье Уголовного кодекса. В этом году мы уже за 9 месяцев порядка 1200 таких сюжетов передали в следственные органы с тем, чтобы возбуждались дела. Потому что иногда просто мер административного законодательства бывает просто недостаточно. Что касается законодательства, в прошлом году мы серьезные поправки в конце прошлого года внесли в законы, прежде всего в Кодекс об административных правонарушениях и в Гражданско-процессуальный кодекс усилили меры ответственности по линии Кодекса об административных правонарушениях. Если раньше максимальные штрафы были 30 тысяч рублей для юрлиц, то сейчас при повторном нарушении это уже 100 тысяч штраф, тоже работаем в этом направлении. Сделали поправки, которые теперь позволяют работнику не в течение только трех месяцев обратиться в суд, а в течение года. То есть иногда люди реагируют не сразу, не сразу обращаются, надеются на то, что работодатель будет себя вести нормальным образом. Этого просто срока по нашему анализу зачастую не хватало. Надеемся, что это все-таки будет способствовать тоже такому процедурам судебным для разрешения этих проблем. Владимир Владимирович, подготовили поправки в 855-ю статью Гражданского кодекса. Речь идет о очередности списания денежных средств при текущем исполнении налоговые платежи и платежи по заработной плате. Предложили это сделать по заработной плате все-таки в первую очередь, а потом по налогам. Сейчас этот законопроект находится в администрации президента, рассматривается. Если коллеги поддержат, дадут положительное заключение, мы тогда с этим законопроектом будем дальше работать. Нам кажется, что он позволит нам тоже еще один шаг все-таки в защиту прав работников совершить. Сейчас тоже работаем с Генеральной прокуратурой. На какой предмет Вы давали поручение, чтобы в неплановые проверки обязательно согласовывались с Генеральной прокуратурой? Есть предложение, что все-таки по тем вопросам, которые связаны с задолженностью по заработной плате, более оперативно реагировать, если это заявление работника, с тем, чтобы инспектор мог выйти моментально на то предприятие, где есть нарушение, но с незамедлительным направлением информации, извещением Генеральной прокуратуры. Если Вы такое предложение поддержите, то такая сейчас действует практика. Но сейчас Генпрокуратура в неплановые проверки предлагает с ней согласовывать. Владимир Ильич, по оперативным мерам, которые мы предпринимаем, у меня есть список предприятий, по которым в последнее время мы достаточно серьезные усилия предприняли и задолженность погасили. Но скажу, что у нас есть ряд точек, по которым мы постоянно, как я говорю, работаем. Например, остались долги по бывшему управлению спецстроя, подали спецстрою. Сейчас мы с Министерством обороны тоже отрабатываем, чтобы до конца года в рамках завершения процедур ликвидационных этот вопрос решить. Есть надежда на то, что, я в этом уверен, что до конца года мы здесь полностью с людьми должны в ходе закрытия работы расплатиться. Там задолженность еще более 400 миллионов рублей. Нашли решение по такому непростому случаю. Есть в Приморском крае акционерное общество «Радиоприбор», по которому задолженность более 400 миллионов рублей. Сейчас с собственниками Приморский край новый губернатор работает, новый исполняющий обязанности губернатора работает. Тоже есть у нас надежда на то, что до конца года мы эту задолженность погасим. То есть в ручном режиме фактически мы по тем предприятиям, которые создают напряженную ситуацию в регионах, отрабатываем. Что касается регионов, Владимир Владимирович, 46 процентов, почти половина задолженности, это 7 регионов, Хабаровский край, Приморский край, Кемеровская область, Амурская область, Комия, Мурманская область. Я бы попросил по итогам совещания дать поручение этим губернаторам, потому что у нас была непростая ситуация на угольных предприятиях в Ростовской области. Такая компания, как Кинкол, когда губернатор Ростовской области в эту ситуацию сам включился, хотя это не его предприятие, не его задолженность, то нам удалось в течение полугода эту тему закрыть, и задолженность перед работниками, старая задолженность была погашена. Поэтому, когда губернаторы в этот процесс включаются, происходят положительные вещи в регионе. И тоже начали работать сейчас, Владимир Владимирович, в таком точечном режиме с полномочными представителями, с вашими полномочными представителями в округах. Уже в Северокавказском округе провели и в Сибирском округе совещание. Тоже, мне кажется, очень эффективно это работает, когда все это берется на карандаш и под контролем не только инспектора, но и полупредов это находится. Проблемы в отдельных случаях достаточно быстро снимаются. Будем продолжать работать, но я еще раз говорю, что это такая ежедневная работа по выявлению и по работе с собственниками, с губернаторами. Будем ее исполнять и вам докладывать. Доклад закончен. Ну, смотрите, обрабатывающая промышленность, строительство, ладно, там много, может быть, вопросов и так далее. Но меня на что обращаю внимание, что настороживаете. В сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях 12%. Там что, денег меньше, что ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинирности как минимум, невнимательном отношении к людям. Вот и все. И поэтому вот все, что вы так достаточно подробно и долго излагали, это все правильно. Нужно усиливать и нормативную базу. Но внимания нужно к этим вопросам побольше. Нужно, чтобы инспекции работали как следует. И привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще пошлю туда в прокуратуру, в следственные комитеты. Внимательнее. Продолжение следует...